КОЛАМБИЯ ФИЛМС Режиссер Марк Аллегре По роману Луизе де Вильмарен Автор сценария Франсуаза Жеру В ролях Жанна Моро Николь Берже Франсуа Жу Бернар Ланкре Денис Грей И Жорж Шамара Оператор Анри Аликан Художник Жан Дабон Монтаж Сюзанны Де Трой Композитор Гей Бернар Продюсер Пьер Бронберже Моя мама нашла мне мужа Мне сказала, как полюбить его. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мне сказала, как полюбить его. Я не знаю, на что решиться. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. На что же мне решиться? Княгиня Жюльетта. Жюльетта! Жюльетта! Ты знал, ты звала Жюльетту? Звала, звала! Где же она? Ее нет поблизости, она все где-то бродит. Никак не могу закрыть. Здесь нужны мужские руки. О, мама, нам всегда удается закрыть чемоданы. Хотя мы уже 10 лет путешествуем без мужских. Ну, попробуй ты, я больше не могу, у меня нет сил. О, я не сплю вот уже трое суток, у меня сплошь петерзает. Это твоя печень. Выдать заму Жюльетту. Выпросительный знак. Не выдать замуж Жюльетту. Выпросительный знак. Узнать, что она думает. Вызвать ее на откровенность. Или сделать вид, что я не слышу, как она плачет тайком от меня, бедная Жюльетта. Готова. Как это тебе удалось? Ну, вот это. Чудесно, куда мы положим это? А, в шляпную коробку. Как хочешь, Жюльетта. Нет, 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 не зови ее. Она все равно не уйдет с пляжа. Ну, конечно, после отъезда Экатурой она переселилась на пляж. Она и ночует на пляже. Как можно требовать, чтобы ее мать спала? О, мама, никто не требует, чтобы ты спала. Ну, не стоит страдать всякий раз, когда Жюльетта становится более несносной, чем обычно. Подари ее, поговорю с ней. Что там? Да, да, это здесь. Да, из Парижа. Да. О, я передаю трубку ей. Эктор Дальтен. Давай, довольна ходить голой. Алло. Алло. Да, это я, милый Эктор. Кто мы? Собираемся езжать. О, спасибо за ваши цветы. Жюльетта, здорово. Нет, нет, ее нет в комнате. Свадебный подарок. Бриллиант или сапфир, правда, это все равно. Выберите сами лучше. Жюльетта не разбирается ни в бриллиантских, ни в сапфирах. Я буду на вокзале. Мое почтение, мадам. На вашем месте я бы не клевала, сектор. Она слишком молода для бриллианта. Поэтому она и будет рада ему. Кстати, она в этом ничего не понимает. Ну, вы будете отличным учителем. Ну, возьмите сапфир, он очень красив. Спасибо, Рузи. Я выбрал этот сапфир. В прошлом сердце. Вы меня не покинете, надеюсь? Мне жаль, но я еду в Бордо и очень спешу, извините. Еще раз благодарю вас за совет. Я вам от души желаю полного счастья с этой молодой особой. Но, как друг, говорю вам, это безумно. А что мне остается делать в моем возрасте? Я устал ложиться каждый день на рассвете. Да-да, мне давно пора иметь детей и жену, которой бы я ревновал. Я уеду в деревню с ней. Надеюсь, что на лоне природы я смогу вкусить радость разделенной любви и буду счастлив. Не желаю вам этого, но сомневаюсь. Жалею, что я не смогу быть на вашей свадьбе. Между прочим, Рузи, надеюсь, что слушай о вашем замужестве не серьезно. Вы ошибаетесь. Напрасно. Этот человек без бордо не для вас, по-моему. А, быть может, но он мой, а это важнее всего. Но вы его прячете. Плохой признак, Рузи. Нет, предосторожность, вы испортите его. Жюльетта! Жюльетта, возвращайся домой. Ты знаешь, в каком состоянии мама? Она сейчас взорвется. Я размышляю. Ой, ты успеешь делать дороги. Я не поеду в Париж. Почему? Потому. Но об этом тебе лучше поговорить с мамой. Нет, Мартина, слушай. Подожди. Я грущу. И отчего? Ну, понятно, влюбленные девушки всегда грустят. Неужели? Нет. А, по-моему, это не то. Ты целовалась когда-нибудь, Мартина? Конечно, ты меня смешишь. И целовалась по-настоящему. По-настоящему, зажмурив глаза. Зажмурив? Угу. Какая чепуха. И это было приятно? Да, божественно. Непонятно. Я действительно ненормальная. Нет, Мартина, я не могу выйти за него замуж. Ну и кто, целовал тебя? Да. И ты знаешь, это было при... Препротивое. Это было хуже прикосновения какого-то мерзкого насекомого. И ты это сказала ему? О, мне не хотелось так обижать его. Ну, Мартина, когда я вспоминаю... Его руку на моем плече. А тебе Эктор нравится? О, определенно? Определенно? Угу. Нет. Ты видишь сама, что я права. И я уйду в монастырь, откажусь от Эктора и пусть меня психоанализируют. Глупости. Жильетта, Мартина, сейчас. Знаешь, поцелуйся еще раз, но с другим. Как с другим? Тебе не стыдно? Ведь я с ним помолвила. Тогда выходи замуж за Эктор, а с другим попробуешь потом. Идем. О, наконец-то! Я еле дозвала. Мама Жильетта ненормальная и не хочет выходить замуж. Что? Жильетта, ты передумала? Отвечай. Нет, мама, я еще не знаю. Жильетта, девочка моя, расскажи мне все. Ты что-то скрываешь? Ты любишь другого? О, нет. Я бы хотела быть в доме. Имей терпение, надо выйти замуж сначала. Эктор тебе не нравится? Нравится. Ты в чем же дело? Она тебе не хочет сказать. Ей противно его поцелуи. И только. И только. Но это же все. Ты думаешь? Иди одевайся. И из-за этого пустяка ты хочешь отказаться от такого брака? О, уж если тебе противно его поцелуи, найди какой-нибудь удачный предлог, что у тебя от них голова кружится. В браке поцелуи явление временное. Неужели? О, я это, к сожалению, хорошо знаю. Ну, теперь довольно капризно с фантазией. Голова кружится. Значит, мне нужно притворяться. Кружится, кружится. Джульетта, перестань. У меня начинается морская болезнь. Если ты Эктора откажешь, начнутся разговоры, сплетни, и ты никогда не найдешь другого такого мужа. Очень жаль. Ну, ты сама ему все скажешь. А, нет, 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 нет. Это тебе придется сделать. Если ты хочешь с ним порвать, позвони и скажи ему всю правду. Мартина, Мартина, ты зря Париж. Боже, мне дурно. А может быть, еще подождем? Мама, я подумаю немного. У него бездна прекрасных качеств. Кроме того, не забывай, что он княжеский отпорст. Ну, подумаешь, отпорст. Да, я знаю, что теперь князья не вводит, но принадлежать к знати приятно. Боже мой, уже пора. Юльетта, слово за тобой. Кажется, я буду принадлежать к знати. О, вот и прекрасно. Она выходит замуж. Ну, что я говорю, мы едем, едем. Уже пора? Не задавай глупых вопросов. Скорее, ваше пальто, шляпы, терапевтик, мы можем опоздать на поезд. О, как удача, что мы успели закрыть чемоданы. Это будет самая сенсационная свадьба сезона. На улицах соберутся толпы народа. Все будут громко шептать. Ах, как хороша сестра, невеста, какая на ней прелестная шляпа. Орган играет. Мама плачет. Медленно я иду под руку с женихом, и почему-то вдруг... Бряк, и он валится. В чем дело? Не выдержала сердце. Я громко разрыдаюсь. Все бросится с криком врача. Скорее, позовите врача, а я скажу, теперь уже поздно. Его спасти невозможно. Мое белое платье превратится в черное, и я буду из церкви вдовой. Вдовой? Это же большое не счастье. Мартина, ты ничего не смыслишь в драмах. Платье! 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 Простите. Пожалуйста. Извините. Илья, Тамартина, где мы? Спаси. Идите в вагонный ресторан без меня, я очень устала. Иду? Нет, я не голодна. Месье! 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 Месье, подожди! Месье! 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 Вы забыли свой партигар. Поезд отходит. Бежим! Ой! Не бойтесь. Прыгайте. Что вы делаете? Я боюсь. Останьтесь! Оставожнее! Это по моей вине. Вы ехали в Париж? Ну да. Другого поезда нет. Нет? А как же мне быть? Придется ночевать в платье. Как вы нас напугали, мистер Эндрекур? У барышень, конечно, билета нет. Мой билет? К сожалению, он остался в поезде. Мадемуцель, я вас не видел. Я постараюсь найти вам комнату в отеле. Но у меня нет денег. Пусть это вас не беспокоит. Прошу. Здравствуйте, мистер Эндрекур. Жаль, что вам пришлось вернуться. У меня срочные дела здесь. Спасибо, старинар. Благодарю вас. Ваши тормоза я отремонтировал. Можете спокойно ехать. Где можно найти комнату? В отеле Франция? Сомневаюсь. У нас конгресс ветеринаров, отели переполнены. Но вы попробуйте. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Вас вида здесь все знают? Да, я адвокат и давно здесь живу. А красиво в платье? Да, красиво. Боюсь, что отели переполнены. Да нет, она не ветеринар. Так что же ей на улице ночевать? Не могу помочь ничем. Опять тебе повезло. Мне кажется, это совсем не смешно. Ой, извините, меня это нервный смех. А что остается мне делать? Да, вы правы. Никогда бы не поверил, что во Франции столько ветеринаров. Но куда же ехать? Вам нечем волноваться. Одну ночь я могу провести на садовой скамейке при луне. Нет, я попробую устроить вас у знакомых. А к вам нельзя? Это было бы лучше всего. Да, но я живу в двадцати трех километрах от Пуатье. Вам будет неудобно в моем доме. Прислуга в отпуске. Да и мне придется уехать рано утром. Поверьте, на одну ночь это не важно. Вы мне дадите пижаму, мыло, гребенку. И все. Ну что ж, может быть и верно, это будет разумнее всего. Жульетта, Жульетта! Что? Я слушаю вас. Что вы сказали? Я Жульетту звала, это моя дочь. Я не ваша дочь, но я Жульетту. Прошу прощения. За что? Не знаю. Жульетта! Что? Не беспокойтесь, мадам, я же сказала, что зову свою дочь. А не можете ли вы ее и начаться? Нет. Мартина, а что мама? Вот. А так и зовите ее, мадам. Но это не она. Что? Мадемуазель не ваша дочь? Тогда кого вы, собственно говоря, зовите? Я ищу молодую девушку по имени Жульетта. Что же вы сразу не сказали? Мартина, где Жульетта? Я обедала, не знаю. Где она может быть? Извините, мадам, когда вы сели в поезд? Вот и, мадам. А купе было пустое? Пустое? В нем были вы. Я была одна. Я достаточно воспитанная, чтобы об этом не спрашивать. Как я глупа. Не знаю, мадам. Наверное, она в уборной и не может открыть дверь. Со мной совсем недавно случилось то же самое. Эти ужасные замки всегда портятся. Мартина, пойдем узнаем, в чем будет. Жульетта! Жульетта, открой сейчас же дверь. Ты здесь? Жульетта, умоляю тебя, не волнуйся. Сейчас придет... Это вовсе не ты? Да это не я, мадам. Мне очень жаль. Мартина, как нам теперь быть? Где нам искать твою честу? Не устали? У вас много детей? Я не женат. А вы? Увы. Я вдова. Вдова? В ваши годы. Ваш смех неуместен. О, не сердитесь, извините меня. Это нервный смех. У меня вас от души жаль. О, мне грустно, я спокойна. А быть вдовой не значит быть одинокой. Здесь у вас неплохо. У, послушайте, это кричит сова? Да, но вы не бойтесь. О, боятся сов? Вы меня считаете ребенком. Я боюсь только собственных мыслей. Что вы играете? Что? Ничего. Шоколадка, у вас отчетный ужин. За вами приедет в 9 часов утра такси. Ваш поезд уходит в 12. Возьмите деньги на билет, а то я забуду их оставить. Если вы захотите сообщить ваш новый адрес, телефон в кухне. О, мерси. Никому это не интересно. Извините, мадам, я пойду приготовлю вам комнату. О, нет, подождите. Вы, наверное, очень устали, а я вас задерживаю. Простите мою бесцеремонность. Нет, но все это так неожиданно. О, ваша колбаса изрядно соленая. А вы разве не голодны? Нет. Спасибо. Что ж, не стесняйтесь. Идите, я привыклю к одиночеству. А вы живете одна? Для этого хочу. У меня яхта, я на ней уединяюсь. А вот есть мыши? Они, наверное, любят шоколад. Я уезжаю рано утром, и надолго. Как удача, уже не было комнат в отеле. Иначе бы я не попала в ваш дом. Ну что ж, идемте, я покажу вам его. А вы не гасите свет, это не рекомендуется. Я еще вернусь сюда. Вы уверены, что здесь никого нет? Конечно. Ку-ку! Вы слышите, какое эхо? Как будто бы играют предки дети. Они играли здесь когда-то. Для меня цепи. Слышите? Цепи? А вдруг это привидение? Это скрипят ставни. Не беспокойтесь, кроме нас никого нет. А что у вас здесь наверху? Здесь моя комната. А моя? Подождите, я ее сама найду. Можно войти? Я угадала. Мне здесь нравится. Вы просили пижаму, а там должны быть простыни. Я сейчас уйду, подождите. Одну минуту. Мне самой не справиться с этой молнией. Мерси. Пожалуйста. Спокойной ночи, мадам. Неужели вы хотите спать? Разве не пора? А мне не хочется. Что же я буду делать? В этом шкафу вы найдете много книг. Мерси, извините. Я столько у вас времени отняла. О нет, я вам бесконечно благодарен. Я сам виноват. Спокойной ночи, мадам. Спокойной ночи. Месье? Да. Который теперь час? Уже два. Ага. Мерси. Значит, мой поезд уже в Париже. Носильщик, носильщик! Василий Магавш, носильщик! О-о-о! Вот и мы есть. Жюльетта пропала, Жюльетта пропала. Что вы сказали? Она пропала, исчезла, испарилась. Не болтай, займи случай вещами. Ой, Катюр, друг мой, я просто в отчаянии. Я не знаю, что это делать. Что произошло? Где Жюльетта? Ничего не произошло. В половине седьмого она была в поезде, а в восемь ее уже так не было. И вот что от нее осталось. Надеюсь, она не исчезла навсегда. Что вы, и так? Девушка воспитанная как Жюльетта, не может пропасть, не предупредив мать? Да. Со мной сейчас будет обморок. О, нет, дорогая мадам, только не обморок. Умоляю вас, крепитесь, мой друг. История знает только три способа исчезновения. Во-первых, это... О, вы не знаете Жюльетты? Она, наверное, придумала четвертый. Надо сообщить в полицию. Идемте немедленно. А мой багаж? С меня достаточно одной пропажи. Идемте же. Все в порядке, мама? Я схожу с ума от беспокойства. И напрасно. Вы знаете что-то? Разумеется, знаю. У Жюльета от меня тайн нет. Что же она вам сказала? Не спрашивайте, мои дочери часто говорят глупости. Все это возраст. Но и мы их часто говорим. Теперь идем в полицию, а ты займись чемоданами и смотри, не потеряйся. Идем же скорее. Это не в моих привычках, я не теряюсь. Идемте. Надо бы сообщить маме. С ней, наверное, приедет Эктор. Как же быть? Куча всего подождать. Доброе утро. Вы собираетесь уезжать? Да, я уезжаю. Вам, к сожалению, придется выйти через кухню. Я прошу отдать ключ шоферу такси. Он мой приятель. Он будет вовремя? Мне бы захотелось опоздать на поезд. Не беспокойтесь, он не подведет. Счастливого пути подам. До свидания. И не теряйте фортсигар. Нет, нет. Еще раз спасибо. Да, Эктор, да. Нет, 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 Эктор. Мне нечего волноваться. В газетах ни одного сообщения несчастных случаев. Будем надеяться, кто там присоединился. Алло. 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 Мадмодель, умоляю вас, ну дайте, наконец, мой номер. Я сейчас уезжаю. Он занят? Этого же не может быть. Ой. Алло. Это ты, мама? Да нет же, мадам, нет. Какая я мама? Алло. Алло. Велент. Тогда где бы она ни была, я ее разыщу и везу с собой. Я хочу скорее ее обнять. Что вы сказали? Я хочу скорее ее обнять. О, месье его, зря бы беспокоились. Даму только что увез месье Ландербурга. Ладно, когда вы его увидите, скажите, что шины куплены. А я его не увижу, он уехал до октября. Ну ничего, это не важно, мадмодель. До свидания. До свидания, месье еще. Ну, расскажите теперь, что вы делали без меня. О, у вас одно. Я купил его в Лиможе. Ужасно, а? Но для биариц. Андре, вам следовало бы знать, что в Лиможе покупают фарфоры, а не галстуки. Кстати, я передумала. Мы едем к вам, а не в биариц. Ко мне в деревню? Да, вам не нравится это предложение? О, нет, нет, не в этом дело, моя любовь. Боюсь, что вам там будет тоскливо. Какие пойдут разговоры, дама. У меня в доме этого никогда не было. Это правда? Конечно, правда. И вы не хотите, чтобы я была первая? Но первая должна быть моей женой. Видите, какое условие. А если оно меня не пугает? Рози. Я счастлив. Так, едемте. Ну и все-таки я боюсь, что вам там будет скучно. С вами? Поедемте в биариц. Вам нужно веселье, развлечения, общество. Развлечения? Общество? Вы меня не знаете. Я люблю простоту. Мне надоело ложиться на заре. Андрей, увезите меня с собой на лоно природы. Нас ждут там радости, разделенные любви. Это так? Вы не верите мне? О, нет. Мне хотелось бы, чтобы это было правдой. Впрочем, посмотрим. Впрочем, вы его храните. Он всегда со мной. А его потерять теперь от меня. Поэтому это никогда не случится. Никогда? Никогда. А вы всегда говорите правду? Кажется, всегда, мой друг. А как же вы стали адвокатом? По глупости. Но я удачно защищаю вдов и сирот. В особенности вдов. Я вас обожаю. Скажите мне, я хочу знать, любите ли вы меня. Субтитры создавал DimaTorzok О, почему так темно? Вы не потеряли дорогу. Где мы? Мы подъезжаем. Я счастлив и очень волнуюсь, ведь я везу вас к себе домой. Почему в окне свет? Ведь вы сказали, что никого нет дома. Наверное, я забыл погасить свет в ванной. Было совсем темно, когда я встал, мне не спалось. Я торопился к вам, Рози. И я потерял голову. Пройдемте в гостиную. Я немного растерялся. Вы знаете, я представляла себе ваш дом совсем другим. У вас совершенно холодный нос. Ой, не только мой нос, милый. Тогда за работу. Говорят, что только влюбленные и безумные умеют разжигать камин. Надеюсь, вы влюбленные и чуточку безумные. Попытайтесь, а я принесу чемоданы. Ух! Андре! Андре! Куда вы так спешите? Я никуда не спешу. Не без спички? На камине, в перламутровой коробочке. Тише, не шумите, я сейчас верну. Не бойтесь, я вам все объясню. Ну, как огонь? Он никак не разгорается. Вдобавок, я сломала ноги. О, бедняжка. Вот и не больно. Как сильно бьется чье-то сердце. Это мои часы. Вы не поэт. У вас всегда так темно. Так было здесь, наверное, при свечах сто лет назад. Понимаете, здесь все осталось, как в прошлом веке. Мне не хотелось ничего менять. Это и видно. Ну, мне надоело здесь. Пойдемте лучше осмотрим дом. Как? Все этажи? Ну, что ж. О, надвигается гроза. А? Да, кажется, будет гроза. О, примите. Если не ошибаюсь, это колбасы. Странно. А, это негодяйки мыши лакомились. Вот следы их маленьких зубов. Разве, разве у вас есть мыши? В деревне их полно. Ну, не волнуйтесь. Если они осмелятся на пасть, я буду вас защищать. Да, вы еще не видели кухни. А? Кстати, неплохо было бы взглянуть, что у нас есть в буфете. Не стесняйтесь у себя дома. О, шампанское, угостите медры. Я рад бы, но оно теплое. Впрочем, восприжайтесь, как хотите. Прошу, позаботьтесь об ужине. Я пойду за чемоданами, приготовлю вам ванну и через две минуты вернусь. Не оставляйте меня надолго. Какая мерзость! Убирайся! 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 Ой, если бы вы знали, какой ужас. Я видела, видела. Скажите же, что вы видели, друг мой? Для меня двигалась какая-то белая, огромная фигура. Успокойтесь, ну, это были белые занавеси, которые ущевелились от ветра. Вам этому верно? Вроде я убежден, я могу поклясться. А, нет, 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 я не могла ошибиться. Верьте мне, мой друг, я сам один раз так же испугался. И вы? Ну да. О, я чуть не умерла. О, налейте мне вина немного. А, только уничтожьте этого страшного паука там. Ну вот, с ним покончили. Выпейте, а я пока разделаю с занавесками, которые вас так испугали. О, это теперь излишне, останьте. Нет, моя дорогая, я же должен их призвать в порядок. Нет, если вы уйдете, я уйду вместе с вами. Зачем же? Ваша комната еще не готова, я сейчас. Нет, я сама все сделаю, как было и годы в пансионе. Ну, не лишайте меня удовольствия позаботиться о вас. О, пардон. Вам нужна отдохнуть, друзья. Да. Падам, где вы? Я принес вам. Там просто не одеяло. Вот там наверху возьмете матрасы. Кого вы там убили? Кого убили? Паука. А, это паука. Чего диким голосом, Андрей? Мне некогда, будьте готовы, вы уедете на рассвете. Я оставила платье в ванной комнате. Я вам его принесу, не выходите. А утром я отвезу вас на вокзал. А я не собираюсь уезжать. Не понимаю. Куда прикажете мне ехать? Ну, хоть к дьяволу, если вам нравится. Нет, мне не нравится. И я не поеду. Ну, что за наказание? Вам здесь нечего делать. А вам незачем меня прятать. Ну, по-моему, теперь не время спорить. А вы и не спорьте. Принесите свечу, мне надо постелить постель. И воды. Я умираю от жажды. Андрей! Андрей! Вы меня звали, дорогая? Да, Андрей. Испугайте меня. Еще раз? Вы, кажется, смеетесь надо мной. О нет, я пошутил. А до этого противного вина у меня началась... Кота. Этому противному вину около 50 лет. У вас в доме нет ничего молодого. Увы. Уедем отсюда. Как уедем? Совсем? Да, совсем. Я был безумцем, приехав сюда с вами. Увы. Я должен увезти вас. Вам здесь будет скучно. Скучно. Милый Андрей, я не собираюсь увещать. Вы тоже? А почему тоже? Признайтесь, милый Андрей, что вас тревожит. Ничего. Завтра, наверное, все уладится. Я совсем сошел с ума. Конечно, все уладит. Я принесу воды, сахарной пудры, лимона... О нет, я не останусь здесь с этими скучными стариками. Это мои отец и мать. О, простите. Я должна была догадать. Пойдемте, осмотрим наше владение. Что с вами? Вы просили испугать вас? Мы слишком поздно об этом вспомнили. Мы здесь одни, вы уверены в этом? А что? Разве? Мне почудился лязг цепей. А, ну я вам уже сказал, что это ставни скрипят. Андрей впервые-то слышал. А я уверен, что говорил вам об этом. Именно здесь, на этой ступеньке. Дорогой мой, вам это приснилось. Если бы так. Ваша комната может много сказать о ее владельце. Я подслушаю и буду все о нем знать. О, какой забавный подсвечник. А что там? О, не заходите туда. Это ванная комната. Я стоял там все в беспорядке. Взгляните, какой чудесный вид. Здесь все создано для любви и счастья. Какой восторг быть на лоне природы. Ну, кажется, вы были правы. Будет гроза. Начинается ветер. Выливите ветер. Андрей! Ванна уже готова? Да. Ах, нет, нет. Я открыл не тот кран. И навелась холодная вода. Нет, она теплая. Я добавлю немного горячей. Я никак не ожидала, что вы так непростительно рассеяны. Я становлюсь рассеянным, когда я с вами родил. А что там? А это будет ваша комната. Вам нравится? Очень мило. Но многое придется обновить, сделать более современным. А это дверь в коридор? Да. Вы же собирались приготовить постель. Где же простыни? Интересно. Не знаю, где же я их мог забыть. Ой, я, наверное, потерял их по дороге, когда бежал к вам. Бедная ваша голова. Вы устраиваетесь. А я пойду искать простыни. Андре, я могу расположиться в ванной комнате? Ну, конечно. Предупреждаю, я займу ее надолго. Я люблю перед сном понежиться в горячей ванне. Вот ваше платье и свеча. А спички? Я умоляю, я очень хочу пить. Это от соленой колбасы. Вам ничего не нужно, дорогая? Нет, спасибо. Вы нашли простыни? Да-да. Не забудьте поставить вино в холодильник. По спичкам. Без приятного солнца. Иду, рази! Успокойтесь, дорогая, это перегорели пробки. У меня же перегорели пробки, я их сейчас починю. Господи, я не свечу. У меня ее нет. Неправда, она у вас в комнате на собаке. Но там темно. Вам меня держать. Выключили холодильник? Откуда вы знаете? Я сегодня пыталась починить его. А, тогда все ясно. Дайте мне свечу. Мерси. Мерси. Не забудьте принести ее обратно. Скорей, халат, полотенце, что-нибудь у меня тут на уши не попадает. Ну, отвернитесь же. Вы не очень торопились принести свечу. По крайней мере, якота у вас прошла? Прошла. Но у меня будет в отвалении легких. Опять вы уходите? Надо же починить пробки. Ну, уж не собираетесь ли вы оставить мне одну в темноте? Ну, я не могу работать в подьмах. Неужели трудно сообразить? Пойдемте вместе. Где же ваши пробки? На лестнице. Да он стоил гениальный архитектор. Лучшего места для них нельзя было найти. Они перегорели от старости. Им ведь тоже 50 лет. Причем здесь года, Розия? Я включил холодильник, чтобы охладить шампанское. А вы зажгли свет повсюду. Значит, виновата во всем я? Виноват я, Розия. Не нужно было вас сюда привозить. Да вы еще долго будете возиться, мне холодно. Готово. Ну и вид у вас. Жаль, что здесь нет зеркала. А нет, ничего я вам не отдам. Ну, разум не оставить ее здесь, по-моему. А я не хочу ее отдать. Месье, месье, месье. А моя свеча? Шшшшш. Зачем вы вышли? Уходите. Я не буду без свечей. Но она не отдает ее. Тогда я за ней пойду сама. О, нет, нет. Подождите секунду. Хорошо. Ну, раздите. Вы согрелись? Вам больше ничего не нужно? Кроме простынь. Ох, я и забыл. Ну, довольно сердится. Я брала немного риска с вами. Помиримся. Мы только и делаем, что просим прощения друг у друга. Рози, я хочу сказать. Что, что у вас в буфете мыши, а на чердак забрался вор? Нет, Рози, это не совсем так. Я ничего не хочу слышать. Идите скорее за простынями. Я умираю от усталости. Вы плохо отдохнете в этом доме. Лучше уедем. Ну, если я буду плохо спать, мы завтра уедем. Хорошо? А сейчас принесите скорее простыни. Идите. О, спасибо. Она не отдавала. Вы меня погубите. Что, если вас увидит? Кто увидит? Моя невеста. У вас есть невеста? Я вам сочувствую. Да, мне невесело. И все из-за вас. Увезите ее отсюда. Спасибо за совет, но увезу я отсюда вас. О, об этом и не думайте. Да, иди. Если вы сейчас же не принесете мне воды, я сама пойду за ней. Тише. Не взумайтесь снова запереть меня. Если вы это сделаете, я никому не дам спать целую ночь. Фу, вот простыни. Что вы делаете? Зачем вы раскладываете вещи? Ведь мы завтра уезжаем. Как? Я не хочу уезжать. Вы мне больно сделали. Может быть, наконец я смогу отдохнуть? Вы странно себя ведете, Андрей. Не спорю. Можно подумать, что я заставил вас привезти меня сюда. Нет. Если вы считаете меня недостойной вашего ужасного дома, скажите это сейчас же. Боже мой, как вам это могло прийти в голову, моя дорогая? Это я не достоин вас. Ваше утерпение, доброты. А свеча? Где свеча? Ее не существует. Не существует? Я зажег ее, и она сгорела. Это нормально. Зачем вы это сделали? Потому что я думал, так вам теплее будет. А подсвечник? Где подсвечник? Подсвечник, подсвечник, и я его убрал отсюда. Я не терплю подсвечников без свечей, вас без цветов и женщин без улыбки. Улыбнитесь, прошу вас. Я не могу улыбаться. Идите, я сама постель приготовлю. Вы меня гоните? Ну... Вам нечего грустить, у нас вся жизнь впереди. Вы не хотите что-то... А, ну я ничего не хочу. Уступайте, Андре. Идите, идите. Мне очень хочется спать. . . . Продолжение следует... Продолжение следует... Андрей! Андрей, вы слышали? Успокойтесь, успокойтесь, моя дорогая, ничего не случилось. Ничего? А этот невообразимый грохот, адский шум, это ничего? Гроза. Гроза? Ну, разве вы боитесь грома? Очень. О, вы совсем дитя, ребенок, вас убаюкать надо. Да. А теперь спите. Спите спокойно. Куда вы? Мне страшно, я очень боюсь. С тем, с тем, с вами. Ну, там, там, в коридоре. Что там? А, шаги! Я слышу шаги. Да это же я кашляю, я потверхнулся. О, я, по-вашему, сумасшедшая. Ваш кашель я приняла за шаги. Этот дом полон чудес, подсвечники и свечи исчезают. Гром гремит, как кастрюли. А вы говорите, кашель. Ну, любовь моя, в незнакомом доме все пугает. Вам слышали шаги, а это шумели капли дождя. А свет в коридоре. Это сверкали молнии. Успокойте же, Розинь. А почему вы сказали, что это кашель? Одно не противоречит другому. Я кашляю, капли капают, а молнии сверкают. Каждый делает, что может. О, моя милая, спокойная квартира в Париже на седьмом этаже. Ведь я говорил, что... Нам не надо было ехать сюда, я знаю. Я хочу спать. Только спать. Вот и спите. Спите, спите, легко сказать, спите. Ханра, не уходите. Спите. Со всеми этими совами, мышами, молниями, пауками и перегоревшими пробками. КОНЕЦ 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 В это время он еще спит. Иначе какой же это комиссар? Что вам надо? Я по поводу пропавшей девушки. Мне кажется, что я ее видел. Ну что ж, комиссар вас вызовет, если найдет нужным. А вас это не интересует? В Париже, говорят, действуйте осторожно. По-нашему, это значит, если вы ее найдете, будут неприятности. А не найдете тоже. Начальник сам разберется. Субтитры создавал DimaTorzok Что? Вставайте, одевайтесь, я отвезу вас на вокзал. Ой, вы опять за свое? Не понимаю, мадам, почему вы так упорно отказываетесь ехать? Мне хорошо здесь. Ваш дом дряхлит, но его сердце бьет. Вы вынуждаете меня забыть о вежливости. Это вам легко. Вы хотите, чтобы я позвал полицию? Только попробуйте это сделать. Я расскажу, что вы меня похитили и спрятали на чердаке. Вы, кажется, адвокат. Это очень полезно для вашей репутации. Вам не поверят. Что? Поверят? Я несовершеннолетняя. Несовершеннолетняя? Но вы говорили, что... Что вечером правда, утром ложь. Вы знаете эту пословицу? Нет. А, это, видно, я сама ее выдумала. Ну, допустим, я вам верю. Вы несовершеннолетняя, и я готов вам помочь. Но почему вы хотите остаться здесь? Я здесь скрываюсь от одного князя. Его любовь гнетет меня. Ну, я боюсь вам довериться. Вы часто лжете. Ну, знаете... Не отрицайте, вы умеете лгать. Почему вы скрыли от вашей невесты, что я здесь? О, слушайте. Я ведь была готова извиниться перед вами. Вы бы меня познакомили с ней, и я бы сказала, я так тронута вашим гостеприимством. И все было бы просто. Вы же бросили меня в эту черную дыру, умирающей от жажды. А может быть, не поздно сказать ей правду? Смысла нет. Теперь вам могла бы поверить. Только идиотка. Хорошо. Допустим, что... Она идиотка? Нет, не в этом дело. Допустим, что я не всегда был с вами вежлив. Я потерял голову. Ну, знаете ли. Нет, я не могу уехать. Знаете, уезжайте вы. Черт побери, я же у себя дома. Можете остаться. Вы мне не мешайте. Я вам не буду больше мешать, если только принесете мне поесть. Я ведь еще не завтракала. Я очень голодна. Кто это? Это Артур, мой садовник. Мы еще продолжим наш разговор. Я всегда рада видеть вас, месси, у себя на чердаке. Тише, умоляю тебя, не поднимай шума. Я догадался, что вы приехали. Вот с чего окна был свет. Ваши каникулы кончились. Лучше бы они и не начинались. Ну и попал я в историю. В такую историю. Надеюсь, с ней не замешаны женщины. Это может плохо кончиться. Даже очень плохо. А не помочь ли вам? Когда-то старый Артур часто выручал вас из беды. В этот раз ничего не выйдет. Она наверху и не хочет уезжать. Как, вы привезли ее сюда? В этот дом? Ну, привез. Это слишком долго рассказывать. Все это меня огорчают. А, только не начинай читать мне морали. Пока еще не за что. А почему она упьянится? Почему, почему? Я сам хотел бы это знать. Сумасшедшая? А, так говорят о женщине, когда ее не понимают. Я вас от нее избавлю. А, нет, Артур. Только прошу тебя, пожалуйста, без шума. Ты знаешь, я не могу тебе все объяснить. Доставьте ее сюда. И что будет? Я ей покажу на свою тележку. Она может поднять крик или... В общем, она на все способна. Если она не согласится по-хорошему, я накину на нее одеяло, и вы ее больше не увидите. Ты с ума сошел? Нет. Ну? Положитесь на меня. Тогда ты готовь ей завтракать. Хорошо. А я тебе ее пришлю сейчас сюда. Ну, дружок, нам предстоит немного потрудиться. Завтрак готов, мадам. Вы можете спуститься в кухню. О, вы пришли весьма вовремя. Не больно? Все, все. Мерси. А зубная щетка? Вы ее найдете тоже в кухне. Андрей? 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 Где вы, мой дорогой? Я здесь. Кто вы? Меня зовут Артур. Я предлагаю вам маленькую прогулку. Что? Вы не в своем уме? Где беседу, там путь. Не поднимайте шума. Почему? Понятия не имею. Идемте. Спокойно. Мила. Куда вы меня тянете? Не смейте меня трогать. Тем хуже для вас, мадам. А-а-а! 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 Артур, остановись! И не вешивайтесь! Вы испортите все тема! Я здесь, моя дорогая. Я сейчас вас особо вожу. Сейчас, да помоги же мне. О, все провалилось. Артур, спокойно, спокойно. О, моя любовь, не надо плакать. Не надо, не надо. Успокойно, моя любовь. О, Андрей. Успокойтесь. Артур, ты понимаешь, что ты наделал? Если он не понимает, я его заставлю. Этого пьяницу, несоверизованного дикаря. И кто он такой? Это мой садовник Артур. А, Андрей, вы должны его немедленно выгнать. Но, милая, это невозможно. Невозможно. Это наш старый слуга. Он меня вырастил. Старый, как ваш очаровательный дом. Как ваши фамильные портреты. Столы, стулья, подсвечники, пробки. Что ж, прибавьте ему жалование, прибавьте. Но, Рози, не принимайте это так близко к сердцу. Артур ошибся, но мы все ошибаемся. Ошибся? Конечно, я принял вас. Артур, не болтай. Видите ли, он привык шутить со служанками. В деревне это принято. Этот болван принял меня за какую-то служанку. Превосходно. Хотя бы и так. А что же в этом плохого? Извините, слышать я жду. Артур, извинись. Нет. Артур, я подумаю еще. В конце концов, он извинится, я знаю. Идемте. А не прикажете ли вы мне просить прощения у него? Я бы хотел хоть на одно мгновение все забыть и показать вам все розы моего сада. Нашего сада, Рози. Ну, улыбнитесь же. Рози, хлеб или печенье? Хлеб, конечно. С маслом? Нет, я боюсь пополнить. Ешьте, моя любовь. Нет, нет, нет. Нет, 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 спасибо. А где же чайная ложечка? Артур, где чайная ложечка? Артур, где чайная ложечка? Что это? А это проделки Артура. Странно. И долго он в этом упражнялся? Долго, но когда-то он это делал лучше. Он попадал прямо в чашку. А что вы там смешного? Ну, не надо сердиться. Пойдемте, я покажу вам окрестности. Но я не вытолокусь. Это будет чудесная прогулка. Нас ждет коляска. Пойдемте. Нельзя же ехать в халате. Я должна тебе одеться. Ну, Рози. Нет, 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 я сейчас тебе одену. Ну, Рози. 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 И она сошла с поезда из Бордо. Точь в точь, как об этом написано в газете. У меня было хорошее настроение, потому что я... Прежде всего, где она куда надевалась? А вы меня не перебивайте. Я рад всегда помочь полиции. К сожалению, в ней работает достаточно слов. Как и на железной дороге. Но где она сейчас? А вот с этого я не знаю. Ее увез месье Леандр Кур в своем автомобиле. Леандр Кур? Адвокат из платье? Вот именно. Я больше не задерживаю вас. Я так и не могу понять, что случилось. Это была другая. Тебе ясно? Ясно, ясно. Я вынужден был запереть ее вчера на чердаке. Когда мы уедем с Рози, отвезешь ее в платье. Только без дровоучений. А я молчу. Андрей! Да. Артур, верь мне. Женщины хуже мегрения. Я готова. Верьте. Эх. Как хорошо у нас. Посмотрите. О, я разорвала чулок. Снимите ее. Она здесь и так сойдет. Не важно. Дайте-ка мне шляпу Артура. Здравствуйте. Кто вы такой? Меня зовут Артур. Я предлагаю вам маленькую прогулку. Неужели? О, как хорошо. Ой. Можно вам предложить? Нет, спасибо. Извините, у меня нет ничего другого здесь. Садитесь, пожалуйста. Здесь пустовато, но правда, мило очень? Мадемуазель, нам пора ехать. Куда? Думаю, что в платье. А мы вернемся, потом обратно. Там будет видно. О, я понимаю. Я все понимаю. А как же, едем? Да. Я готова. Послушайте, он увез меня тайно. Кто? Он меня похитил. И ему плохо придется, если об этом узнают. Сиандре вас похитил. Вот именно. Мы приехали ночью. Шел снег. Снег? Значит, это случилось в феврале? А вот это я не могу сказать вам точно. Это были наши лучшие дни. Как он меня любил. О, это невозможно. По-вашему, это невозможно? Нет, вы меня не так поняли. Я хотел... И вот, меня отсюда гонят. Мне некуда идти теперь. Я обещащена, знаете. Это сделал Андре? Я не говорю, что он злой или жестокий. Он легкомысленный. Несчастные его дети. У него есть дети? Боже, а вы об этом не знаете? У него маленькие эскимосики. У них смешные глаза. Они замерзли, он их забыл. На льдине. Так он растень. И это правда? Вот это я вам не могу сказать. Но он мне сам об этом говорил. Он это сделал, чтобы жениться на той, другой. Она этого потребовала. Он хочет жениться на ней? Да. И он еще думает, что я помогу ему в этом. Я должна остаться здесь и удержать его от этого брака. Но ему я мешаю даже на чердаке. Что ж поделаешь? Едем. А вы не торопитесь. Я любила мой милый чердак. Он тоже. В детстве он всегда здесь спрятался. И вы приходили сюда. А он говорил, уйди, я китайский император. А вы отвечали. И китайский император моет руки перед обедом. И он вам все это рассказал. Он мне все сказал. Он сам этого не знает. Но он мне все сказал. Она, наверное, здесь устроит свой патуар. Как она его будет раздражать? С горя он пойдет на охоту на кабана и вдруг. А, несчастный случай. Бедный Мсиандра, какое несчастье. А меня не будет, чтобы за ним ухаживать. Постойте, у меня идея. У меня их тоже много. Я немного поезжу в машине, пусть. Пусть она запылится, как если бы я отвез вас в пооте. И если вы нашли способ вернуться обратно, но это и меня совсем не касается. Хорошая идея. Чудесно. А я здесь устроюсь, запасусь продуктами и спрячусь. И свадьбе не бывать. В чьей свадьбе? Его, конечно. Ах, его. А моей? А вы здесь посвежели, любовь моя? Вы ошибаетесь. Я пополнила и кажется, старее здесь. Но! А, Рози! Что ты делаешь в этом допотопном экипаже? И что это за шляпа? Я здесь торстяк. А ты? Мы едем в Биаре. Сколько у меня новостей для тебя. Роберт, здесь Рози. Ты знаешь, какие перемены и кто? Ах, Тора? Нет. Не знаю. Может, я помешала? Простите, месье. Ничего, ничего. Я сейчас вернусь, Андре. Я поставлю лошадь под навес. Рассказывай скорее, я умираю от нетерпения. Ах, Тора не женится, моя дорогая. Свадьбы не будет. Кто бы мог подумать, что он так быстро ее раскусит? Наоборот, это она избежала. Ее сестричка все рассказала. Ей не нравится его поцелуи. Есть кто-нибудь? Нет. Ой. Ой. Вы... Вы вовремя пришли. Ну? Месье Андрекур дома? Нет, он на прогулке. Очень досадно. А мне не очень. Осторожно, здесь еще одна ступенька. Спасибо за внимание. Ну, добрались. Я его друг, и мне нужно срочно с ним поговорить, когда он вернется. Надо надеяться, что к вечеру он уехал на прогулку со своей невестой. Я не знал, что у нее есть невеста. Кто она? Какая-то коревляка. Он ее все время целует. Все время. Противно. Сколько ей лет, по-вашему? Около... О, больше. Я не умею угадывать возраст, но мне кажется, что она никогда и ребенком не была. А вам сколько, мадемуазель? Восемнадцать с половиной. А что? О, просто так. А вы давно здесь живете, мадемуазель? Всю жизнь, мне кажется. Мадемуазель, это не вас я видел позавчера вечером с месье Лендеркуром на вокзале в Паотье. Вы сошли с поезда. О, нет, вы ошиблись. В тот вечер я была еще в цыпленке в скорлупе. А теперь? А теперь? О, а теперь я уже вылупилась. Испугалась и ничего не понимаю. Мне многое нужно решить. Но это ведь неинтересно вам. Нет, наоборот. О, нет, вы не можете этого понять. Но я стараюсь. И сколько вы рассчитываете здесь пробыть? Как можно больше. В общем, завтра вечером я еще застану вас. Да-да, наверное. До свидания. До свидания, месье. А вы уверены, что у месье Лендеркура действительно есть невеста? В таких вещах никогда нельзя быть уверены. Сведения были верны, это она. Берем ее с собой? Нет, сначала надо позвонить в Париж ее матери. Отлично. Спасибо, месье Комиссар. Вас благодарит растроганная мать. Нет, нет, ничего не делайте. Ждите меня на вокзале завтра в Патье. Мы поедем на ней вместе. Итак, до завтра, месье Комиссар. О, дорогой Эктор, расскажите мне все. Я ваш друг, не забудьте. Жюльетта не любила меня. Это я понял. Я предпочел отказаться от этого брака. Но не будем говорить об этом. Как вы живете? Без вас мне тоскливо. Верю. И я без вас скучаю. А ваше увлечение? Кажется, прошло. Я хочу видеть вас. Вы бы не приехали сегодня к нам ужинать? Андрей, вот и я. О, простите. У меня чудесное настроение у вас. О чем вы думаете? Да так, со мной приключилась история, которая скоро придет к концу. Какая? Ну что ж, свози. Едем дальше, а вечером будем одни, совсем одни. Андрей, вы не рассердитесь, если я вам кое в чем признаюсь. Вы хотите ехать в Ярец, угадал? Нет. Я пригласила к ужину Эктора Дальпена. Эктор? Дальпен кто это? Это мой старый друг. Я его очень люблю. Да я сто раз вам о нем говорила. Он давно хочет с вами познакомиться. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Я сам все приготовлю. А мое поручение? Выполнено. Она ничего ей не сказала? Ничего. Бедное дитя. Ее звали Жульетта. Бедное дитя. Не вам бы это говорить, бедное дитя. Ну ладно, довольна об этом, слышишь? Довольна. Артур! Артур! Кто это? Что вам здесь надо? О, прошу прощения, я вас не узнала. Вас зовут Жульетта, правда? Вы очень красивые. Простите, кого вы ждете? Ах, гость! Он воскликнет, что я заблудился и коснется волшебной палочкой глаз своих и узнает свое королевство. Тогда он подойдет ко мне и скажет. Извините меня, неужели это вы? Как я мог вас не узнать? Он падет. На колени, тогда я положу ему руку, на голову и замру. Субтитры создавал DimaTorzok Что вы натворили? Вы взволнованы. Здесь очень красиво, я знаю. С такими скромными средствами это было нелегко сделать. Вы губите меня. Уходите. Уходите. Это все, что вы хотите мне сказать? Я не ожидала такого бессердечия. Я думала, что вы оглянетесь вокруг, окаменеете от восторга и скажете, где я? Поймите, наконец, вам нельзя больше оставаться в моем доме. Я глубоко несчастен. Один лишь взгляд. Сочувствие и печаль покинут меня. Доброго, дедушка. О, я охотно потерял бы его. Но каким оружием бороться с вами? Зачем? Зачем бороться? Это верно. Зачем? Я вынужден сдаться. Мне придется уехать. Вы отняли у меня мой чердак. Куда уехать? Туда, где двум волшебницам нет доступа. Вы там соскучитесь. Я знаю. Вы будете одиноки. Я знаю. Что ж, можете ехать. А я останусь здесь. Как вам угодно. Нет, еще одну минуту. Не окажете ли вы мне услугу? Если вы откажетесь, мне все будет понятно. Я слушаю вас. Тогда поцелуйте меня, пожалуйста. Вам неприятно? А мне казалось, что это ваше любимое занятие. Мерси. О, Мерси. Нет. Больше не нужно высочете меня лихомысленно и справедливо осудить. Я считаю вас безумной. Без рассудства это или смелость? Вы рассердились? Я очень довольна. Вы кого угодно выведите из себя. Я это не раз слышала от мамы. Что сказала бы ваша мама, если бы увидела вас здесь, в этом туалете певица Варьете? Он не нравится вам? А ведь это вкус вашей невесты. И вы посмели его надеть? А снимайтесь сейчас же, слышите? А вы знаете, навалялась как тряпка в какой-то комнате. Немедленно отдайте его. Я не отдам. У меня нет другого вечернего. Я буду вынужден снять его сам. Не смейте, я закричу. А-а-а! 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 Андрей, что здесь происходит? Андрей! Происходит? Ничего не происходит. Кажется, кто-то кричал. По-моему, я. Вы поднялись на чердак, чтобы кричать? Не чтобы кричать, я пошел за чемоданами и ушибся. Это все странно. Но я искал ваши чемоданы. Но прошу. Прошу вас, скорее уедем. Так будет лучше. Во-первых, чемоданы в моей комнате. Во-вторых, я не уеду пока. Мне не вернут всего, что у меня здесь украли. Где моя пудра, карандаш, духи? Но все на месте. Это только кажется, месье Андре. Это не духи, а туалетная вода, понимаете? А это утренний карандаш, понимаете? А это моя вечерняя пудра. Но моя утренняя пудра, мой вечерний карандаш и мой флакон духов. Утренних? Вы издеваетесь надо мной, это слишком. Вы могли бы постучаться. Где утренний карандаш, вечерняя пудра и флакон духов? Для сумерок. А, вы издеваетесь надо мной, это уже слишком. А для полночи. Давайте все сюда. Вы мне их принесете? Э, нет. О, да-да-да. Тогда вот вам вчерашний карандаш, позавчерашняя пудра и духи прошлых дней. А платье? Ай, нет, только не платье, только не платье. Вы, наконец, отдадите его. Хотите половину? А, нет. Ай! Теперь можете брать его. Спасибо. Вы? Вы... Вы зашли с ума? Мне кажется, вы правы. Куда вы? Я за вашим платьем. О, за платьем! Култан, култан отдай! Отдай мне это платье, култан! Култан, култан! Култан, култан! Култан, култан! Слушай, ты разорвешь его, култан! Разорвешь, хватит! Ай! Нельзя, култан! Нельзя, култан! Вот все, что от него осталось. О! Да, там еще где-то утеряли пуговицы. Но кто? Кто осмелился взять его? Кто? Мой султан. Мой султан! Ну, собака не могла, давайте в комнату за платье. Ах, я вспомнил. Я его взял, чтобы погладить. Какие выдумки! Оно не было измятым. Так, немного. И что же? И вот, пока я искал всю эту парфюмерию, собака тихонько вошла и унесла ваше платье. Она еще щенок. Да, это необыкновенная собака. Она так молода, что приняла мое платье за жареного зайца. Это уж слишком. Вы слишком далеко зашли. О! А мебель? Где мебель? Я приказал ее убрать, она не нравилась вам. И кто же ее убрал? Мебельщик. Я готовил вам сюрприз. А, если вы готовили мне сюрприз, он, безусловно, удался. Неужели вы думаете, что я могу принять ее, кто же в этом тустос-холодном сарае? А это следы какого-то сражения? Это я споткнулся, и у меня все упало. Нет, 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 у меня хватит, я уезжаю. Я тоже, поедем. Только мне с вами не по дороге. Ну и пусть так. О, Рози, что мы делаем? Разойтись из-за какой-то мебели, платья. Это нелепо, глупо. Нет, это все из-за вашего противного дома, он даже вас изменил. Не в доме дело, Рози. Нет, именно в нем, Андре. Я чувствую, я знаю, здесь все мне враждебно, все, даже вы. Если вы меня еще любите, Андре, решайте, дом или я. Это трудно решить. Вам трудно решить, любите ли вы меня? Да, нет, что вы здесь. Одну из двух решаете, ваш дом или я. Мы можем уехать. А дом продадите? Да, продам. Прекрасно. Сегодня вечером я уеду с Эктором. Мне нужно быть в Париже. В Париже? Почему в Париже? Ну, у меня грязные волосы, сломаны ногти. Платье измятое, и я истосковалась по цивилизации. Что ж. Тигры, пельвины, пантеры, моржи. Все лучше этих двух женщин. Полюс, Арктика, одиночество, белые медведи. Только не быть под одной крышей с ними. Я уезжаю. Разбирайтесь во всем сами. Вот что я скажу этим дамам. Дама, да, мне рознь. Но я имею в виду одну. Добрую и тихую. Ну, а тебе я посоветовал бы молчать. Лицемер. Поручение выполнил, бедное дитя. Что, что ты делаешь? Я возвращаю вам этот фартук после долгих лет честной службы, да. Ты очень хорошо делаешь. Я продаю дом. Тем лучше. И вы не сможете привозить сюда ваших эскимосских детей. И не сможете бесчестить здесь девушек. Ваш отец никогда бы не простил вам это. Что это за чудо? Ой, я знаю, я все знаю. А что ты можешь знать всю правду? И она вас не украшает. Вам надо стыдиться, краснить за то, что вы проделали с этой девушкой. Я ничего не понимаю. Она мне все рассказала. Спасители заперли. Для этого не стоило кончать университет вообще. Я вас обесчестил? Нет. У меня эскимосские дети. А этого я не знаю. Почему вы не можете открыть рта без того, чтобы не солгать упрямое существо? Почему? А? Для чего вы это делаете? Что у вас в голове? Оставьте меня в покое. Что вам от меня надо? Ничего. Ровно ничего. Простите меня. О, давно бы пора. А завтра будете иметь дело с полицией. И верьте, это будет так. Я ведь не лгу, как вы. Не дружете. И всегда преследую какую-нибудь цель. А я просто выдумываю, а не лгу. Для развлечений. Жюльетта. Ваше имя. Этому, надеюсь, можно верить. Жюльетта. Внезапно исчезла. Бегство или самоубийство. Ни то, ни другое. А все это из-за вашего портсигара. И вы это очень хорошо знаете. К сожалению, это так. А потом... А потом... У меня не было желания вернуться. Я невеста. А, нет, умоляю, вы опять начинаете. Вы уже были вдовой, и вас преследовал какой-то князь. Мой же не княжеский отпрыск. А я хотела стать вдовой. Жюльетта. Жюльетта, мне важно, умоляю. Вы скажите, наконец, правду. Поверьте, я не могу вам больше лгать. У меня есть жених. К сожалению, он любит меня. Неужели вы не можете поверить, что я любима? Продолжайте. И я не буду его женой. Почему, скажите? Я не люблю его. Но вы это ему не сказали. Вам кажется, что это легко сделать? Нет, нет. Вы правы, это нелегко. Я спряталась здесь. Потом вы вернулись. Вы сделали из меня тайну. И вы не хотите, чтобы кто-нибудь узнал о ней. Чтобы я жила здесь одна, как Робинзон Грузо. Робинзон. Вы мне окажете услугу? Пожалуйста. Вы скажете, если вам неприятно. Угу. Поцелуйте меня. Вы плачете. Да, не плачу. Мне больно. Это ваша вина. Вы нанесли глубокую рану мне. И больше нет маленькой Жульетты. Раньше меня ничто не пугало. А теперь мне страшно, почему не знаю. И я не могу во всем этом разобраться. До свидания, Мси. Вы меня покидаете? Я не могу остаться. Я вам очень не мешала. Жульетта. Жульетта, вы можете мне помочь? Конечно, могу. Мне предстоит очень трудный процесс. Обвиняемый не имеет смягчающих вину обстоятельств. Но я должен все сделать, чтобы спасти его жизнь. Как вам помочь? Останьтесь здесь со мной. Совсем близко. В трудные минуты я всегда приходил сюда. Я не ходил в покое. Нет, не надо. Помолчи. Жульетта, вы мне все сказали. Мой милый Эктор, как я рада вас видеть. А вы все хорошеете, мой друг. Какие новости? Как вы живете? Радко. Увезите меня из этого дома. Я больше не могу. Не выдержали? Я был прав. Этот человек не для вас. Да нет. Я его люблю. Он меня тоже. Но он мне кажется здесь очень странным. Любовь в цвету не знает слово «но», дорогая. И вспоминает о нем, когда она уедает. Не знаю. Я ничего больше не знаю. Поедем ужинать. Я хочу развлечься. Андрей. Но этот дом очаровательный. Почему он вам не нравится? Лучше бы его не видеть мне. Андрей. Куда он исчез? Просто невероятно. Два дня он торчит на чердаке. Андрей. Андрей. И вы всегда будете свешить на ее зов? Нет. Это в последний раз. Виктор, мы так хорошо понимаем друг друга. Как могли мы забыть это? Пришло ли время вспомнить об этом? Вот Андрей. У вас прелестный дом, мсье. Я рад, что имею возможность посетить его. Если хотите, купите его. Разве шутит, мсье. Я никогда не продам этот дом. Никогда? Никогда. Я рад бы принять вас у себя, мсье. Но наш общий друг на этом не настаивает. Я рад бы воспользоваться вашим гостеприимством Сиона, подчиняясь желаниям этой прелестной дамы. Так едем туда, где весело. Вы не обидитесь, если я не поеду с вами. Ну, ничего. И кто меня отвезет в Париж? Как вам будет угодно, мой друг. Тогда я пойду увожу чемоданы. Рози. Мне жалко, что вы будете плохо думать обо мне. Ну, напрасно. Я о плохом не вспоминаю. Простите, я перед вами виноват. Что вы, что вы? Мне стыдно сознаться. Я вам лгал. Я скрыл от вас, что здесь была одна девушка. Девушка? Что это за новости? Она была уже здесь, когда мы приехали. Я спрятал ее на чердаке. Это ее рук дело. Чайная ложечка. Гром, платье. О, Андрей, вы все это выдумали. Вам надо оправдать проделки вашего садового. Я ничего не выдумал, Рози. О, да больно говорить о чердаке. Но, может быть, эта молодая особа действительно находится на чердаке. Это правда, уверяю вас. На чердаке часто прячутся капризные девушки. Пригласите ее на ужин. Она не согласится, я думаю. Вы мне надоели с этим чердаком, да. Значит, здесь нет ни грома, ни мышей, а есть только девушка на чердаке. Интересно. По-вашему, я глушеншая. Слепая, глухая, идет. Подождите, подождите, прошу вас. Наоборот, по-моему, вы совершенство. Это ни для кого не секрет. Я была совершенством, есть и буду совершенством всегда. И я постараюсь сделать подсмешищем. Бат, ваш мерзкий дом и ваш чердак. Оставьте. Вы очень добры, месье, но вы не знаете сложного механизма женщины, а этой дамы особенно. Можно ли ее заставить верить правде? Ну что ж, месье, где ваша девушка? Ее, наверное, крысу съели. Андреа, вы должны мне все объяснить. Что объяснить? Я ведь сказал, что эта девушка скрывается здесь. Она опоздала в Пуатье на поезд. Вот так? Я ее привез сюда. Жульетта! Извините, месье, эта история начинает интересовать и меня. Где же она? Мне кажется, кто? Что вы тоже теряете рассудок. Теперь все ясно. Я знаю, кто здесь скрывался. Глупости. Здесь никого не было. Зачем он выдумал эту историю? И зачем он бегал сюда все время? Молиться? А, теперь я понимаю, почему в доме нет свечей. А кто? С меня довольна. Мы уезжаем. Жульетта! 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 Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Ничего не понимаешь. Ваш Артур выручит вас. Счастье здесь есть. Мы слишком. Да-да, скорее-скорее-скорее. Здравствуйте. А, здравствуйте, комиссар. Вы как нельзя более кстати. Вы ищете Жюйлетту, она исчезла. Понимаете? Убежала. Моя машина. Сульетта! 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 Она уехала в машине, комиссар. Надо действовать. Нет, нет, вы никуда не поедете. Ваше поведение в этом деле необъяснимо. Вас можно обвинить в похищении несовершеннолетних. Как он красивый. Вы останетесь под домашним арестом в распоряжении полиции. Да разрешите вы ее, а там будет видно. Комиссар, раньше найдем ее, обвинять будем потом. Ну, садись же машину, Мартина. Как он красивый. А вам и тоже поехали. Мадам, у меня к вам прочное дело. Я прошу руки вашей дочери. Какой? А у вас их много? Две, но они стоят четырех. Жульетты. Жульетты? Фу, вы храбрый человек. Фу, вы храбрый человек. Жульетта! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я приговорен всю жизнь любить вас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok